Всем привет! У микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодня у нас игра про одного из самых культовых персонажей видеоигр, Соника. Синий Ёж и по сей день остается настолько узнаваемым, насколько это вообще возможно. Называется сегодняшняя игра Sonic & Sega All-Stars Racing Transformed. Много слов, не правда ли? Однако все, что нужно знать об этой игре, умещается всего в два слова. Это плохо. Почему? Сейчас расскажу. Но сначала хотелось бы дать игре шансы поговорить о ее хороших сторонах. Тем более, что это не займет много времени. Оригинальный Sonic отличался бешеной для того времени скоростью и динамикой геймплея. И в принципе здесь сохранено это качество. Вот бывают гонки, в которых ты просто едешь и все. Здесь же все-таки чувствуется скорость. Плюс гонка происходит не только на земле. Наше транспортное средство трансформируется в лодку и в самолет, когда это нужно. Что добавляет скорости и бесшабашности. Также есть то, за что мы любили револьт, по крайней мере первую его часть. На дороге валяются бонусы, некоторые из которых позволяют атаковать соперников, чтобы замедлить и обойти их. На этом хорошее кончается и начинается жопа. Начнем с того, что обижает меня, как и многих других в первую очередь. Это донат. Притом донат абсолютно наглый. Это можно было бы простить, но ведь игра-то и так платная и стоит она недешево. А при таком раскладе требовать с игрока еще и дополнительных вложений это уже просто неуважение. Далее качество порта. Да, игра портирована на мобильные девайсы, притом портирована ужасно. Взять хотя бы графику. Если на устройство от Apple она еще перенесена хоть как-то нормально, то на Android выглядит не слишком-то красиво. Они пытались это скрыть, сделав цвета еще ярче. Но скрыть-то не получилось и вместо простого говна мы получили очень пестрое говно. Оптимизация это тоже нечто. На некоторых девайсах игра тупо отказывается работать. На некоторых она запускается с десятого раза, на некоторых даже со второго. Она виснет, глючит, тормозит и вылетает. Они даже управление умудрились сделать недружелюбным и жестким. Особенно в воздухе. Если джойстик еще справляется с ездой по дороге, то вот в полете это полный капец. И акселерометр недалеко от него ушел. А, и мультиплеер до сих пор так и не сделали. Короче говоря, похоже, что чувакам просто срочно понадобились деньги. У нас же только альфа-версия, сказали программисты. Да пофиг, продадим как есть, решило руководство. Знаешь что? Когда я играю в игру, я хочу играть в игру. Попрошаек хватает и на улице. А для альфа-версии игр есть тестировщики. Меня оскорбляет такое отношение к игроку. Я люблю Соника, но это не повод терпеть такое. На сегодня все. Подписывайся, комментируй и оставайся с нами. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!